Здравствуйте, товарищи! С вами Базука Джо. Сегодня у нас Gimbal Lock. Давайте создадим чайник. Выравниваем его по нулям. И немножечко пронимируем. Нажмем втыки, перейдем на 20 кадр. Перейдем в режим вращения. Выставим вращение привязку 5 градусов. И на 90 градусов его проворощаем носиком вперед. После чего нажмем кнопку Set Keys, чтобы зафиксировать на 20 кадре все остальные контроллеры. И до 40 кадра превращаем его еще на 90 градусов. Таким вот образом. Выходим из автокей, переходим на нулевой кадр и смотрим, что происходит. Итак, при перемещении ползунка от нулевого до 20 кадра мы видим, что у нас чайник вращается абсолютно предсказуемо, так как мы его, ну так как мы и ожидали, что он будет вращаться. Однако, с нулевого по 40 кадр начинают происходить некие чудеса. Чайник начинает колбасить, траектория совсем непредсказуемая, по которой он приходит в свое положение. Так мы только что с вами спровоцировали специальный гимбл лог. Чтобы понять, что это такое, почему он происходит, как от этого избавиться, давайте зайдем в Curve Editor и посмотрим наглядно, что происходит с осями вращения. Итак, у нас идет анимация с нулевого по 20 кадр. Значит, здесь задействована ось Y. Одна ось Y и задействована все четко, понятно, никаких проблем. X и Z при этом в нуле. Хорошо. Но что у нас происходит дальше? Дальше, как вы видите, ось превращения с 20 по 40 кадр, у нас оси X и Z вообще совпадают при анимации. А ось Y тоже задействована, хотя по идее не должна бы. И получается все три оси у нас с вами задействованы, хотя должна бы только одна. Почему такое происходит? Чтобы понять смысл происходящего, надо разобраться, как у нас происходит анимация вращения в среде 3D Studio Max, а также в подавляющем большинстве софта по 3D-моделированию и анимации. Maya, Blender и так далее. Везде у нас осуществляется вращение по эйлеру. Так называемые эйлеровые оси. И чтобы не быть голословным, выделим чайник, перейдем в режим Motion, Assign Controller, и вот Rotation Ailer XYZ. Тут у нас показано, что у нас осуществляется вращение по эйлеру. И порядок оси идет. XYZ. Вот наглядная визуализация, как это работает. XYZ. X это у нас ось самая дочерняя, при вращении которой остальные две оси стоят на месте. При вращении оси Y у нас вместе с ней вращается под 90 градусов только ось X. И при вращении оси Z у нас вращаются две остальные. Порядок XYZ начинается от дочерней к материнской XYZ. так как в этом чайнике ну так как по умолчанию при создании любого объекта так вот такой порядок осей у нас и будет. Порядок осей у нас можно изменить. Дабы этот Gimbal Lock предотвратить. И меняется он в той же панели Motion вкладочка Rotation вот здесь и Ailer Parameters. Вот сколько вариантов порядка осей нам предлагает 3D Max. мы с вами берем выделяем чайник и здесь например выбираем X Y Y X Z Y Z X давайте потому что у меня подготовлен шаблон для Y Z X для того чтобы вот этот порядок применился нужно анимацию старую удалить и еще раз по новой сделать все то же самое абсолютно ничего не меняя мы кроме порядка осей мы проделываем то же самое мы берем на 20 кадре поворачиваем его на 90 градусов вперед потом set keys и на 40 кадре лево носиком и теперь как мы видим все происходит прекрасно почему вот наглядный пример что было в самом начале мы сначала повернули его по оси Y на 90 градусов и у нас ось X схлопнулась с осью Z нам просто нет оси по которой его вращать поэтому именно тогда в Curve Editor мы смотрели были задействованы все три оси дабы привести его в то положение сейчас же ось Y является самой младшей при ее вращении на 90 градусов остальные оси вообще не страдают и по оси X мы его спокойно повернули в роковом кадре вот так вот вот так работают оси эйлера 3D Max кстати наглядно это все тоже можно увидеть не прибегая вот к визуализации моей вот смотрите пожалуйста я обратно возвращаюсь на XYZ здесь выставляю оси Gimbal потому что именно они анимируются и начинаю вращение по оси Y обратите внимание на оси X она схлопывается с осью Z все на данном этапе мне просто нечем вращать его по оси X которая была изначально как только я здесь выставляю Y Z X я вращаю по Y которая самая младшая и по X спокойно его туда хочу тоже туда и вращу вот пожалуйста соответственно что можно сказать по этому поводу каждый раз когда вы продумываете вращение контроллера для вашей анимации очень конечно трудоемко трудоемко каждый раз думать как возникнет гимбл лок на этом месте или не возникнет и выставлять соответствующий порядок осей чтобы он не возник поэтому что предлагаю делать я предлагаю делать просто отдельный контроллер под отдельные отдельный угол вращения и даже если у вас будет гимбл локт вы по крайней мере не будете тратить время на что тут не докрутил по крайней мере вы не будете тратить время на то чтобы проанимировать понять что у вас гимбл локт потому что в Dual Port вы этот гимбл локт никогда ну если не работаете со исями гимбл а работа с с и Локал то у вас тут все нормально у вас не будет никаким блока без анимации он происходит только при анимации анимируются именно гиббалось таким образом мы берем просто вот у нас отдельный контроллер идет на вращение по там не знаю оси z отдельный контроллер у нас идет на вращение по оси y и отдельный по иксу то есть в данном случае вот как бы у нас обычно вот это все один контроллер а тут нет мы берем это же линкуем я секунду и вот раскрасил в разные цвета что было понятно что это три разных контроллера соответственно как их линковать друг другу но это тоже вопрос логики и каждый раз каждый раз я предлагаю просто вам не заморачиваться по этому поводу линкуйте как подсказывает сердце крайний случай если там этот геймблок будет провоцироваться вы это сразу увидите сразу вам будет понятно вот ну либо продумывайте все заранее и выставляйте порядок осей вот здесь а у меня сегодня на этом все спасибо большое за внимание с вами был базука джо пока esa в в в в